так всем привет снимаю заключительную серию про сарайчик мастерскую вот что мне осталось сделать это пошлифовать крышу я хочу ее и покрасить на окнах сделать обрамление ну и сами окна но это понятно что будет делаться скорее всего очень постепенно и очень долго но в конце видео это видео сделаю максимально сокращенным чтобы показать вот как на конечном итоге в этом видео уже будет выглядеть уже вот прошел где-то месяц как видно вот начали появляться такие щельки то есть доска высыхает ну в принципе они даже не кругом то есть через одну некоторых местах нет поэтому любом случае скорее всего когда-нибудь придется второй раз красить как я говорю внутри уже краситься не будет пока ничего делается вот готовые угловые элементы я их уже сбил скрутил осталось только даже пошлифовал осталось покрасить и зафиксировать на самом сарайчике вот ну вот здесь отлив тоже еще нужно его прибить пошлифовать покрасить основное это покрасить то что не покрашенная и соответственно пошлифовать ну и так же сделать окна и здесь вот ворота большие так выглядит крыша после покраски получается краска пультом красить быстро но не полностью прокрашивает и остается текстура интересная возможно это даже лучше на эту сторону краска оказалась бракованная половина не бракова то есть но все в осадке густое времени размешивать не было вот поэтому эту сторону я сделать не успел но она пошлифована и покрыта биопропиткой итак всем привет сегодня начало очередного рабочего дня работа продолжается довольно таки после большого перерыва поскольку есть основная работа и это сарайчик делся летом когда было свободное время вот ну и осталось сделать ворота и окна вот нам сейчас и занимаюсь воротами то есть поскольку после стройки осталось довольно таки много материалов здесь доски здесь я так прикинул что мне как раз хватит для того чтобы из этого всего сделать ворота можно даже еще что-то и останется вот есть для каркаса я вот взял доску тридцать пятую вот по периметру будет такое как обрамление а потом но также в середине будут укосины и потом перпендикулярно уже из обычной доски вместо листового материала возможно потом уже с внутренней стороны листовым материалом каким-то и закрою если конструкция будет такая не очень устойчивая и будет деформироваться вот а перерыв меня случился также из-за такой вот ситуации до следите это я же здесь по убирал только на стенах осталась краска вот этот пока я красить красил вот эту верхнюю часть сейчас надо уже вот так выглядит я покрасил по прикручивал вот красил лестница соскользнула здесь это стали следы вот ну слава богу жив-здоров тебя немного колено травмировал вот такое вот место преступления осталось после этого всего сейчас я попробую здесь начал зашлифовать это все и потом у меня как раз осталось немного этого покрытия думаю как раз хватит чтобы все подкрасить не будет сильно так заметно вот такая вот история так сегодня успел нарезать доски все на ворота то есть основной каркас как я живу из 35 доски сделан а вот эти хрестовины у меня такая конструкция они из обычной доски поскольку 35 у меня не нашлось больше вот так же вот поперечные доски по нарезал все будет все полностью зашито из досок очередной рабочий день я не помню снимала видео или нет про то как покрашена вот эта конструкция на быструю руку собрано чтобы можно было потом фиксировать удобнее доски вот доски покрашены вот одну дверку я уже собрал так увлекся что не показал как снимаю но сейчас принципе от начну эту собирать и покажу как она сделана и собрал лицевой стороной вложила там на пенопласт немножко от земли чтоб пыли не приставала поскольку краска такая местами липкая белая вот ну а здесь вот на саморезы эта сторона доски не обработанная никак поэтому выглядит такая где-то черненькая где-то нормально то есть вот такое пока не обрабатывал времени особо нету заниматься да и думают даже в таком состоянии простоят достаточно для сарая и так сначала вот я вожу лицевой стороной вниз вот и при этом сейчас геометрия уже выремен выровненная то есть диагонали одинаковые вот откручиваясь одной стороны и сразу же прикручиваю первую доску вот с другой стороны пока не трогаю так затем прикрутил вторую планку по краям на черных саморезах держится и затем подсовываю уже вот эти диагонали здесь она держится на трех саморезах здесь тоже в края с краем трех и в принципе вот она уже само себя держит даже вот и затем постепенно накладываю доски и прикручиваю их вертикальной доске и к диагоналям диагоналям я прикручиваю по одному саморезу я думаю это более чем достаточно учитывая что доски и 15 сантиметров и шаг получается тоже 15 сантиметров еще один нюанс заметил когда начал прикручивать даже с первую доску на вторых на второй части ворот что их вырезал одинаковыми связи с чем вот эта диагональ которая целая идет она будет скажем так на фасаде параллельно находиться здесь которая целая то есть красивее было конечно если бы они сходились там обе кверху посредине или наоборот к обе кверху возле петель ну по факту получилось так и вырезать новые и красить в принципе у меня времени и желания на это нету вот поэтому уже будет как есть вот этот конечно момент я не учел при порезке и так концу рабочего дня я успеваю вот прикрепить эти петли вот покажу на что они крепятся а сами ворота которые здесь стоят скорее всего буду крепить уже в другой раз поскольку они очень тяжелые не знаю наверно килограмм от 70 до 100 на вскидку каждая вот и получается самому сложно будет их и держать и прикручивать поэтому нужно будет помощь а пока что очень много времени ушел чтобы закрепить вот такие болты ну как много вроде бы сколько получается 16 болтов тем не менее нужно выставить петлю на нужную высоту желательно по вертикали но я сделал все же их не совсем вертикально и где у запасом чуть-чуть наискосок вверх для того чтобы учитывая вес ворот и на странном просядет очень сильно вот ну и в идеале может получиться в один уровень а так наверняка сказать сложно возможно даже придется добавлять еще одну посредине петлю как минимум я думаю эти держать будут а насколько долго они продержат это вопрос конечно вот значит а петли я креплю на такие болты по дереву если не помнить 12 сантиметровые не 10 сантиметровые шириной 8 миллиметров вот просверливаю сверлю 6 6 диаметром или закручиваю уже эти болты вот сами ворота будут держаться на болтах с гайками то есть во первых они дешевле получились во вторых я думаю так будет даже надежней здесь будет выставиться ворота просверляться дырки вот и потом через отверстие в петле уже зафиксируется и так установил ворота ушло пару часов на установку с помощником но в принципе стоят пока что стоят на подпорках так как и решил все же добавить еще по две петли чтобы для надежности было поскольку эти петли них такая конструкция что они могут разогнуться то есть такая вот конструкция ну кроме того чтобы не разогнулись пару постараюсь заварить их пока будут стоять в таком закрытом состоянии вот главное что они стоят уже сами потому что очень тяжелые сам устанавливать сложно ну а добавить петли я могу и принципе уже и сам так сейчас получается ворота висят на двух верхних петлях как висят на не стоят на досках внизу вот нижних нету не было потому что как я уже говорил и решил их позаваривать петли поэтому и что поскольку ворота уже были выставлены чтобы позаново потом их не выставлять поскольку они тяжелые вот решил сначала одну прикрутил другую снял поварил поменялась на с местами вот таким вот образом позаваривали вот сейчас осталось прикрутить последние петли в принципе если делать полноценный рабочий день то за день то есть можно и поставить поварить и повкручивать вот эти все петли вот а у меня получается по по несколько часов в день и поэтому растянулась на три дня это удовольствие вот сейчас буду доделывать и так наконец-то все уже зафиксировано начал уже делать даже вот ручку приделал чем ручка такая вот кованая то я еще покупал когда я строил сам купольный домик вот думал на калитку для калитки на оказалась великовато вот как раз для ворот ты мастерской очень даже ничего габарита открывается довольно таки легко почти даже сама закрывается разве что закрываться тут уже туговато идет чтобы выровнять вот вот ну вот такие вот ворота получились то есть установка вот этих всех крепежей занимает где-то сутки если все готово и заранее спланировать и ну и нормальный день попадется вот единственно что мне не понравилось это то что все вот эти крепежи вошлись довольно таки дорого то есть если посчитать все болты и петли еще одну ручку докупить то это вышло где-то в тысячу гривен все эти крепежи с петлями вот при том что сами сами ворота стоит но если посчитать там за метры квадратные даже не знаю гривен 200 300 максимум я думаю но тем более у меня они делались из отходов но если посчитать от по доске как она есть последнее что мне осталось сделать когда уже холодает я буду делать сейчас первоочередно это мне забор нужно сделать все об этом тоже выложу видео вот у меня такой 45 метровый забор вот но если успею и меня появится стекло принципе я планирую что должно появиться сюда также сделаю вставлю окна ну как это окна сказать просто застеклить чтобы сюда ничего не налетала не наползала и так закончил я делать сарайчик мастерскую ну скажем так закончил до той стадии до которой не боли будет достаточно то есть я вставил стекляшки бушная то есть не с краской неровные там края побитые в таком виде он пока будет достаточно нормально выглядеть чтобы не париться по этому поводу вот ну и можно было там что-то хранить что-то делать внутри не хватает только планочки чтобы сделать внизу стекло я брал из старых окон она очень тонкая кроме то он чуть чуть грязная поэтому резал резалась он очень плохо но тем не менее зафиксировал то есть она держится вот скорее всего же в следующем году нормально я закажу чтобы по размерам было выглядел аккуратно вот ну а так на данный момент этого более чем достаточно чтобы там снег туда не залетал и дождь не лил так выглядит спереди по количеству рабочих дней дополнительных тут сложно сказать потому что здесь такие мелкие работы были скорее нужно просто найти свободных пару часов времени чтобы по заканчивать те же окна сделать ну и так далее то есть тут уже так можно накинуть еще один рабочий день на это все чтобы закончить и все так выглядит с дороги крыши покрашена в белый цвет деревянная пока что я смотрю за лето более-менее нормально не по выкручивала ее сильно вот это от соседа участок здесь конечно не хватает планочки под под крышей но мне тоже тоже времени этим заниматься нету лазить и прикручивать вот поэтому тем более сосед планирует здесь тоже что-то возможно аналогичное строить рядышком вот поэтому возможно нужно быть даже разбирать чтобы как-то соединить значит вот такой вот сарайчик мастерскую я построил точно работали сколько рабочих дней ушло я напишу под видео вот ну и в самом названии видео ну что сейчас точно не помню и делалось делался он очень так налетами вот свободное время но по стоимости получается кто есть стоимость чтобы во второй части видео добавилось где-то 1000 гривен на то чтобы по прикреплять и ворота от эти ручки на ворота тот же замок купить и и 6 петель с крепеж но из с учетом крепежей для них вот так что если понравилось видео подписывайтесь ставьте лайки надеюсь будет что-то интересное буду снимать еще всем пока